Вещественные доказательства существования древнейших цивилизаций. Часть первая. Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сразу хочу попросить прощения за долгое отсутствие. Были объективные причины. Но за время моего простоя на канале появились новые мысли, прочитаны новые книги, наработан кое-какой материал, с которым мне не терпится вас познакомить. Пришла мне в голову совсем не новая мысль о том, что с большой долей вероятности мы точно знаем о большинстве событий прошлого, максимум за период каких-то 200-300 лет и не больше. И даже этот скромный отрезок нашего прошлого многими трактуется по-разному. Взять хотя бы Вторую мировую войну. До недавнего времени абсолютно любой взрослый человек в Европе, да и во всем мире, знал, что основную роль в разгроме фашизма и немецкого национализма во Второй мировой войне играл народ Советского Союза. Теперь даже эту неоспоримую правду жизни пытаются подменить. Советский Союз представляют чуть ли не агрессором. Приближается знаменательная дата. 75 лет со дня великой победы над фашизмом. Всего 75 лет. Как это немного, но даже за такой короткий срок некоторые умудрились забыть или им помогли это сделать кому обязано человечество за уничтожение коричневой чумы. Что уж говорить о далеком прошлом. На территории всего нашего шарика регулярно находят артефакты, упрямо свидетельствующие о том, что наша цивилизация далеко не первая на планете Земля. Но до широкой общественности информация об этих находках чаще всего не доходит по разным на то причинам. Или не воспринимается как серьезная. Но, как всегда, начну с самого начала. Самыми древними памятниками культуры и следами прошлых цивилизаций принято считать мегалитические памятники Европы, тщательно охраняемые и щедро финансируемые, кстати сказать. Такие, как, например, уютширский Стоунхенш и джерсийский курган Лахутби в Англии, каригские каменные круги и артгрумский мегалит в Ирландии, мегалиты Стеноса в Шотландии, кальденский дольмен в Германии, мегалитический курган Куэва де Менго в Испании, мегалитические храмы Мальты, карнакские камни Франции, каменная ладья Скандинавии и так далее. Как ни странно, но подобные сооружения есть и у нас, на территории нынешней России. Правда, они имеют ряд серьезных отличий от приведенных мною. Как вы думаете, в чем заключается эта разница? Во-первых, их никто не охраняет и не выделяет средств для полноценного изучения. Более того, существует версия, что не так давно найденный Аркаим пытались затопить. Ну, это только слухи, поэтому ничего утверждать на эту тему не берусь. Но самое главное отличие заключается в том, что если самые древние европейские древности, извините за тавтологию, датируют четвертым тысячелетием до нашей эры, то некоторые мегалиты России имеют возраст 10 и более тысяч лет. Информация об этом просочилась в мир сравнительно недавно, в конце 20-го, начале 21-го века. Начну свой рассказ с результатов деятельности энтузиаста-археолога и архитектора-профессионала Михаила Васильевича Ефименко, который он описал в книге «Наш Вавилон». В ней он привел некоторые результаты археологической экспедиции Хабаровского государственного музея Дальнего Востока, отправившуюся в октябре 2004 года в село Шереметьево, Вяземского района, где были найдены уникальные каменные находки, и свои исследования и выводы. Одной из таких уникальных находок были мощные древние стены неизвестного сооружения, сложенные из мегалитических блоков на горе Шаман, недалеко от села Нижнетамбовское. Эти и другие находки позволили автору сделать ошеломляющие выводы. Территория Сибири и Дальнего Востока явилась колыбелью всех известных нам цивилизаций – Вавилонской, Египетской, Эллинской и Индийской. Однако сама она подвергалась запустению и заброшенности из-за произошедшего в далеком прошлом изменения климата и похолодания. Вследствие чего народы с северо-востока Азии переселялись на юг и запад континента, создавая новые центры цивилизаций. Михаил Васильевич нашел в Приморье топонимы и гидронимы Древней Греции – бухты Патрокол, Улисс и Тавричанка. Образцы обработки камней с обрамлением штриховой рамочкой, которая применялась в Греции при строительстве храмов, и показал образцы черепков от посуды с ведическим, свастичным меандром, которые нашли хабаровские археологи при раскопках в окрестностях села Кандон, в долине реки Девятка, которые датировали их третьим-четвертым тысячелетием до нашей эры. То есть временем, когда греческой цивилизации еще просто не существовало. Он также нашел в Приморье индийские топонимы и гидронимы – проток Кабудур, поселок Арка, стан Синду, гора Мория и озеро Синда. На картах Птолемея, изданных Себастьяном Мюнстером примерно в 1540 году, он обнаружил целых три Индии. Две из которых – Индия Супериор и Индия Экстра – расположены на северо-востоке нашего континента, вдоль современного Охотского моря. Кстати сказать, Высшая Индия граничила со страной под названием Катай, провинции Великой Тартарии, как отмечалось, например, в атласе 1653 года Николаса Сансона. Михаил Ефименко утверждает, что на территории современной дальневосточной столицы существовала древняя развитая цивилизация возрастом не менее 10 тысяч лет. Эта цивилизация обладала хорошо развитой металлургической промышленностью, которой в тех краях, в соответствии с преподаваемым нам историей, нет и быть не могло. Автор утверждает, что предшественником Месопотамского Вавилона, который известен всем, являлся Северный Вавилон, находившийся на территории России. Он называет эту цивилизацию Высшей Цивилизацией или Цивилизацией Овна. Конечно же, это гипотеза. Но что такое гипотеза? Гипотеза – это научное предположение, вытекающее из теории, которое еще не подтверждено, но и не опровергнуто. Но именно это предположение объясняет наиболее полно, необъяснимое с точки зрения других теорий. Так вот, Михаил Ефименко обнаружил следы технологии отрезания огромных камней от скальных массивов, подобные применявшимся в Египте в районе Асуана, где в гранитных карьерах добывали огромные блоки для сооружения обелисков. Там до сих пор лежит незаконченный обелиск длиной 42 метра и весом примерно в 1150 тонн. Считается, что время его изготовления относится к 1500-1400 годам до нашей эры. Ефименко обнаружил следы неизвестной нам технологии плавки базальта, кстати сказать, очень крепкой породы, до мягкого пластичного состояния, а иногда и изменения структуры и химического состава камня, и прожигания сквозных отверстий в камнях. Он показал дороги из природного камня, неизвестно куда ведущие, а также рассказал о древней дороге в тайге Амурской области, сложенной из огромных стволов деревьев, сохранившейся только из-за вечной мерзлоты. Все дело в том, что такие по диаметру деревья в этой местности не встречались совершенно, и были из времени теплого климата. Приведу некоторые выдержки из книги Михаила Васильевича Ефименко «Наш Вавилон». Если этот заголовок вызовет недоумение, то только в силу сложившейся привычки считать любые другие районы планеты родиной цивилизации. Но вот недавний пример. В 2001 году Международная славянская академия организует экспедицию в Приморье на поиск следов уссурийской протоцивилизации. Что это означает? Это означает, что вопрос-то не нов. А во-вторых, был известен из каких-то источников или по приметам. Если уж это известно в далеком Санкт-Петербурге, то нам на месте все виднее и понятнее. Из всех находок той экспедиции хочется упомянуть то, что невозможно опровернуть. О технических признаках существования другой, более ранней цивилизации, и которую по уровню развития, по сравнению с нами, следует считать высшей. Там в 80-х годах были найдены остатки неизвестных сооружений, а экспедиция отдала их в лабораторию строительных материалов, ответ из которой был довольно неожиданным. Образец состоял из крупных обломков муассанита, минерала карбида кремния, причем содержание его в образце было не менее 70% от массы образца. Необходимо добавить, что искусственный карбид кремния используется как абразив, так как по твердости выступает только алмазу. Но в природе муассанит встречается реже алмазов. Приморье оказалось не единственным районом, где можно увидеть подобные находки. В Хабаровском крае, в поселке Тыр, существовала стена, остатки которой еще наверняка можно найти. Так вот, эта стена была сложена из кирпичей синего цвета, цвета муассанита, то есть карбида кремния. По рассказам жителей поселка, кирпичи были крепкие, как железо, и пошли на постройку у жителей печей. Итак, из крепчайшего и редчайшего минерала у нас были созданы фундаменты и огромная стена непонятного назначения. И это только то, что попалось и стало известным. Каким же огромным уровнем технического развития нужно обладать, чтобы из такого минерала и искусственного камня делать обычный строительный материал? Для меня, как строителя и архитектора, такой факт – явление исключительной важности. Но попробуйте в нашем обществе эгоистичного равнодушия найти еще таких же, озадачившихся этим специалистов по строительству или проектированию. И почему эти находки не заинтересовали никого из здесь живущих? Загадка для меня не меньшая, чем результат лабораторных анализов. Попробовал разузнать о наличии у нас составляющих этого минерала. И оказалось, что с углеродом проблем не было. Месторождений угля и графита у нас достаточно. Кремний в чистом виде имеется на сахалине в виде осадочной породы под названием диатомит. Не получалось другого. Технология изготовления бетона из муассанита нам неизвестна. А ссылаться на якобы утрату секрета технологии, как иногда принято в оправдании, глупо, ибо такие дела нашей цивилизации не выполнялись никогда. Вторая причина обоснованности отказа от идеи принадлежности к этому производству нашей цивилизации – это транспортная проблема. Так как везти диатомит Сахалина в Приморье и в Преамурье было не на чем, да и некому, кроме цивилизаций высших. Необыкновенные строительные материалы встречаются у нас довольно часто и даже в огромных объемах. Для примера можно назвать мощные стены неизвестных сооружений на горе Шаман, напротив села Нижнетомбовское на Амуре, возведенные как монолитобетонные из материала, напоминающего искусственный камень. Эти стены могли выполняться методом послойной наливки, точно так же, как мы выполняем заливку бетоном опалубки. Только, видимо, застывание этого строительного материала происходило очень быстро, и потому опалубка могла и не понадобиться. Или следы ее стерлись, могли просто осыпаться. Примеры быстрого твердения строительных материалов будут еще показаны, а стены выглядят слишком ровными, чтобы сказать утвердительно об их естественном происхождении. Наличие в далеком прошлом искусственных строительных материалов подтверждается находками совершенно необычных изделий, которые имеют разницу в материалах и в назначении, в зависимости от мест находки. Первая группа образцов была найдена в районе Камчатки, на реке Пенжа, вторая группа на севере Хабаровского края. Все они привезены из геологических экспедиций еще в прошлом веке и являются случайными, не связанными с целью экспедиций. И спасибо любопытным геологам за подаренную возможность прикоснуться к великому прошлому нашего края и всего Дальнего Востока. И хочется этот интерес передать и другим любопытным. Группа из двух камней, привезенных из района Камчатки, является частью большой коллекции, хранящейся в городе Магадане. С них и начну описание. Камни имеют светло-серый цвет, плотную структуру и очень мелкие по фракции составляющие образцов. Сразу отчетливо видно, что изделие выполнено, скорее всего, на устройстве типа гончарного круга, даже донышко плоское, характерное для элементов, формируемых вращением. Об этом же напоминает и такая деталь, как круговой поясок. Внешний вид предмета немного портит обливка его раствором, к которому прилипли крошки или обсыпка. Самым интересным из этой группы является второй предмет, из такого же материала, но выполненного другим способом. Камень по виду из материала, похожего на искусственный, наподобие нашего цементного раствора. А способ выполнения, судя по различным видам поверхности, был похож на наше нанесение крема на торт. Условный крем из цементного раствора был выдавлен из некоего технического аппарата с соплом, и при этом происходило довольно быстрое застывание массы, и она не успевала растечься по форме. А то, что масса выливалась в формочку, очень хорошо видно на фотографии сбоку, где остался след от этой формочки. Оба эти изделия не имеют никакого прикладного значения. У нас бы их назвали образцами мелкой декоративной пластики, но что уж точно, так то, что автор был человеком с хорошим художественным вкусом, и не исключаю, что скульптором, причем близким нам по способу выражения художественного чувства формы. Поскольку изделия найдены в очень отдаленных и совершенно диких местах, то к нашей цивилизации они не имеют никакого отношения, вызывая лишь удивление своим происхождением и целью. Зато имеют отношение к полному бесплодию идей в определении их назначения, как фактов существования другой жизни в наших местах, и отсутствию даже желания осмыслить подобное. За несколько десятилетий, прошедших с момента их находки, не было даже анализа состава материала изготовления. Вторая коллекция предметов, найденная на севере Хабаровского края, также привезена из геологической экспедиции. Но это уже совсем другая находка и по своим материалам, и по легко узнаваемым образцам. Но главное их качество и свойства не так легко обнаружить, а то, что оно должно быть, сомнений нет, как и в искусственном их происхождении. Мне пояснили, что в геологической лаборатории один из похожих образцов был распилен, и материал изготовления был определен, как искусственная керамика. И только один образец из коллекции выполнен из натурального камня. Зато и форма его совершенно скульптурна, по образцу и способу тщательного исполнения. При различности форм и материалов у этих изделий есть нечто общее, и именно оно вызывает общий большой интерес. Я не отрицаю, что даже сама по себе их находка в самых далеких местах нашего края и якобы никогда не обжитых районах опровергает все домыслы о том, что здесь не жила другая цивилизация. Напоминаю своим слушателям, что я привожу выдержки книги Михаила Васильевича Ефименко «Наш Вавилон». В Приморском крае есть еще одно место, которое хранит неоспоримые свидетельства пребывания там древнейшей цивилизации с богатой культурой. Это гора Пидан, ныне Ливадийская, которая находится на юге края в Шкатовском районе и является одной из главенствующих высот Ливадийского хребта. По поводу названия горы существует несколько версий. Самая рекламируемая, конечно, это та, которая переводится с других языков. Так предполагают, что слово Пидан в переводе с языка Чурджений, тунгусских племен, якобы проживавших на территории Приморья в XI-XIII веках, означает «камни, насыпанные Богом», что не подтверждается никакими документами. Более того, нет никаких свидетельств того, что Чурджений что-либо строили на такой высоте, а это примерно 1100 метров, использовали подобную технику кладки, либо располагали соответствующими технологиями для этого. То же относится и государство тунгусских племен Бахай, которое якобы существовало в Приморье с VII по X века. Известно только, что последние просто использовали уже построенное для своих целей. Хотя действительно вся гора буквально усыпана россыпями камней от подножья до самой вершины горы, да не просто камней, а мегалитических камней. И не просто мегалитических камней, а обработанных мегалитических камней, происхождение которых официальная российская наука никак не объясняет. По другой версии, название Пидан является славянским и происходит от распространенной на Украине фамилии Пидан. Существует также предположение, что гора раньше носила старорусское название Хорчур от слов Хор и Чур, что значит Межевая гора, которую ему дали первопереселенцы, старообрядцы. К сожалению, как звали эту гору сами древние строители, никто пока не знает. Однако, не только разбросанными мегалитическими блоками примечательна эта гора. На ее вершине находятся также дольмены и впечатляющая стена из циклопических блоков длиной 400-500 метров. Можно сказать, что это еще одна Великая Амурская стена, подобная той, что нашли на горе Шаман в селе Нижнетамбовское. Причем камни, использовавшиеся для кладки стены, добывались здесь же. Возможным ближайшим местом добычи этих камней может быть современное русло речки, вытекающие из-под горы. Там хорошо видно, как от цельных скальных образований отрубались огромные мегалиты, из которых потом возводили стену. Вдоль реки находится множество прямоугольных вырезов, которые не могут быть результатом естественных причин. Например, работой реки. Слишком уж они для этого ровные, и углы этих вырезов тоже не плавные, а словно обрубленные. Около начала стены находится одна из главных достопримечательностей горы Пидан. Дольмен высотой около двух с половиной метров. Он состоит из огромного каменного блока, на краях которого стоят четыре небольших камня, одинаковые формы, и на них огромный каменный блок, идентичный первому. Те, кто побывал на этой горе, рассказывают, что любой может пролезть между двумя каменными блоками внутрь дольмена. О том, кто и для чего построил дольмен, неизвестно. Как и неизвестно, что это за необычные узоры, на одних камнях, разбросанных на тропе, ведущих к вершине горы, а также для чего и как были произведены насечки и распилы на других. Есть версия, что эти линии не нарисованные, а словно выгравированные на поверхности. Это способ пометки камней. Они могут быть прямыми, параллельными, либо повернутыми под прямым углом. На некоторых камнях такие линии плавно превращаются в часть углового среза или скола камня, что позволяет сделать вывод о том, что между метками и срезами на камнях существует какая-то связь. Также пока никто не знает, что это за странные каменные конструкции, похожие на оборонительные форты или сторожевые башни и каменные проходы. Также многочисленные туристы, путешественники и люд, охочи до эзотерических переживаний, нашли камни с руническими изображениями на них. Новодел ли это или действительно древние тексты неизвестно. В крайнем случае мне не удалось найти какой-либо информации по этому вопросу. К сожалению, официальная наука повернулась к пидану глухим ухом. И кроме легенд, как фольклорных, так и рассказанных самими путешественниками, ничего о пидане неизвестно. Так рассказывают истории о летающем человеке с крыльями летучей мыши, что пронзительно ревет по ночам, о загадочных лабиринтах внутри горы, где покоится тело бога и огромном подземном озере, откуда постоянно вытекает горная река с живой водой и постоянной температурой. Рассказывают и предания о Маоре, таинственных стражах Пидана, высеченных из камня человеческих головах. Одна из них дошла и до наших времен, ее называют «чертов палец». Говорят, что именно здесь живет дух жреца древнего Бахайского царства, вместе с духом его жены, белой женщины, а также обитают духи стихий, для которых в глубокой древности совершали обряды древние волхвы. Ну, как вам, уважаемые мои подписчики и случайные слушатели, такие факты? На мой взгляд, чрезвычайно интересно. Удивляться приходится, что об этом практически никто ничего не рассказывает, а современная наука просто не обращает на это внимания, даже не пытаясь что-то объяснить. В следующем ролике я расскажу об еще более удивительных открытиях, сделанных не профессионалами и историками, а энтузиастами изучения родного края, живущими на Дальнем Востоке. А пока позвольте сказать вам до свидания. Мира вашему дому, покоя вашей душе. И до встречи на моем канале. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok